всем утро доброго осеннего и пасмурного я нахожусь у реки пярна в пярновском уезде музея карла роберта якобсона если кто не знает кто это такой это эстонский писатель публицист журналист и педагог место это называется кур я и здесь находится сам музей к сожалению сегодня он закрыт работает он только со среды по воскресенье с 10 до 17 но немножко прогуляемся снаружи посмотрим что за музей я здесь ранее не был много раз проезжал мимо ну как-то вот не удосужилась побывать здесь сегодня у нас очень-очень пасмурно сейчас ранее утро но погода прям насыщена влагой совершенно безлюдно сейчас ну хоть пасмурно но довольно тепло для ноября сейчас где-то около плюс 10 градусов если не ошибаюсь нет нет прям Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Котик бегает. Смотрите продолжение в следующей серии. Как я говорил все деревья здесь буквально большинство из них все покрыты полотным мхом. Пойдем дальше смотреть. Хорошо и удобно, что у каждого объекта рядом информационный стенд. В том числе на русском языке есть описание, что это у нас особняк. В 1880 году началось строительство жилого дома, который не был завершен по причине смерти хозяина. Согласно планировке, этот дом должен был получиться просторным и светлым. Якоб сам избегал немецкого стиля и взял за образец русскую деревянную архитектуру. Особняк был закончен только в 1956 году. В более простом варианте. Вот такой он особняк. Ну да, здесь тоже все закрыто, все со среды работает. Довольно большой, красивый. Какое-то впереди очень большое подсобное помещение, хозяйственное, просто внушительных размеров. Так, а это что у нас? Вот что-то красивое такое прямо. Прямо такое ощущение, что это неестественное, искусственно созданное. Хотя на самом деле все прям. Красота. Айт, амбар. Самое старое здание, которое было перевезено сюда в 1879 году с бывшего хутора. Вот такой амбар. Немножко особняк со стороны. Продолжим нашу большую экскурсию. Вот я выхожу к этому амбару. Он действительно очень большой. Не амбар, я не знаю, что это за постройка хозяйственная. Она довольно большая. Вот там еще что-то находится. Сейчас я и туда схожу. Вход, сопровождение гида. Ласкаем животных только в перчатках. Вот и такие красивые лошадки. Завтракают. Вот такое здание с непривычным на русском языке названием. По-эстонски это звучит рэгэ-туба. А стенд информационный гласит о том, что это называется, как видите сами. Ай-яй-яй-яй-яй. ấpсвязи за заднюю ячудку. По-эстонски-кинули форты. По-эстонски-аfrist и затворили кульковод. На изменинодушке уйдали улья. По-эстонски-то, через метро на ульях с дворами. но вы же сына госин и арават я то это я я различные хозяйственные машины здесь площадка для отдыха на открытом воздухе где есть печь 1 2 качели и вот с той стороны так понимающую другой въезд в этот комплекс музейный видимо это когда через речку карман переезжаешь по мосту и тогда нужно вот с этой стороны также заехать да пикник у вас пикник арена вот что это такое мы сейчас как раз и выясним сожалению не работает тачскрин судя по банковскому терминалу я так понимаю что здесь можно купить билеты либо вот здесь их продавали когда здесь закрыта значит можно самому их здесь купить но сейчас все это не работает вот и весь комплекс музея и я возвращаюсь обратно вот и вот и Субтитры создавал DimaTorzok